Открытая студия Добрый день Добрый день Ну вообще я работаю специалистом по работе с молодежью, объединение молодежных центров И да, должность это выборная, меня назначили, все проголосовали за все участники совета То есть с молодежью вы работаете уже давно? Да, да, довольно-таки давно, начинала, как многие, с КВН, так же что, где, когда, ну и потом потихоньку-потихоньку пришла работать в объединении молодежных центров Ну и решила, что может быть мой опыт общения с молодежью, с волонтерами, также с специалистами молодежных центров поможет и молодежному совету Значит, вы про молодежь знаете все, давайте определимся с возрастными рамками, я знаю, что на эту тему периодически бывают споры И законодательно как-то устанавливаются рамки, кто-то свои придумывает, вот все-таки молодежь это какой возраст? От 14 до 30 лет, ну и молодая семья считается до 35 лет Так вот, что интересно, 30 включено или 30 уже все? Включено Включено, а, ну все, я, получается, и молодая семья, и к молодежи отношусь, чему я рада А почему все-таки молодежь до 30, молодая семья до 35? Ну, мы решили, что все-таки молодая семья очень занятая, поэтому нужно продлить немножечко этот возраст Может быть, еще и браки стали попозже строить? Да, естественно Что теперь пойди поищи молодую семью 20-25 Да, да, это тоже причина Расскажите, чем занимаетесь, чем занимается Совет? И вот какие люди, кто к вам приходит, кто входит, кто участник? Ну, у нас первое собрание было только 9 октября, то есть совсем недавно, мы еще только познакомились То есть такая молодая ячейка? Да, да, но в других городах России уже молодые, эти Советы молодежные уже существуют У нас это впервые в Мурманске, и мы только вот познакомились Входят в состав активные работники разных предприятий города Мурманска, разных молодежных учреждений То есть объединение молодежных центров, Дом молодежи и другие предприятия, как РЖД, Атомфлот, даже Вечерний Мурманск То есть самые активные молодые люди входят в наш Совет Понятно, то есть это и редакции, и такие крупные предприятия А кто еще подает пример? Вот из администрации много ли молодежи, которые входят в Совет? Из администрации у нас секретарь Юлия Сандыбековна И Пичкарева Татьяна Владимировна, и Сысоев Андрей Иванович, который... Они курируют вас? Да, они курируют, и они стали такими флагманами, за которыми мы идем А скажите, вот все-таки не будет ли Совет каким-то таким номинальным органом все-таки? Чего вы от него ожидаете? Нет, скорее всего нет, потому что у нас самые активные молодые люди Уже на первом собрании мы выяснили, что мы готовы работать И в ближайшие два года мы собираемся развиваться активно Уже наметили план до конца этого года И совсем скоро уже будем обсуждать план на 2019 год Тогда конкретно что вы будете делать? Вот в чем ваша функция, главная цель, миссия? Ну совсем скоро вы это узнаете Хотелось бы узнать сегодня Ну это пока секрет Да, ну тогда расскажите, чем занимаетесь? Какой план, какие мероприятия будут в дальнейшем? Ну, мы хотим создать дискуссионные площадки с молодежью города Чтобы понять, что интересно молодежи И в дальнейшем на основе этого создавать новые какие-то мероприятия, придумывать, проводить Радиостанция Рекорд, она очень молодежная Представители молодежи, позвоните нам, пожалуйста, 99-45-45-8-1-5-2 Это код города для тех, кто находится в регионе Или напишите, набегу сейчас нам быстренько, ватсап, в телеграм, вайбер по номеру Плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть Потому что хочется узнать, что вас волнует И вот, ну, мой такой вопрос А готовы ли вы идти в советы И в свое время свободное, когда можно почитать книжку Или сходить на встречу с друзьями, идти на какие-то вот собрания, сборища? А как проходит ваша работа совместная? Как часто вы собираетесь? Как часто планируетесь собираться? Ну, планируем собираться несколько раз в месяц Минимум три раза в месяц И это будет дискуссионная площадка, на которой мы будем обсуждать Что мы сделали уже, что мы можем еще сделать Ну, вот, хотелось узнать, что именно Посадить цветы, убрать в подъезде, помочь бабушке, приютить кота Вот какие добрые дела или, наоборот, какие-то глобальные проблемы, которые вы хотите решить? Ну, так как мы еще новая ячейка, мы хотим решить все То есть и какие-то волонтерские дела, благотворительность И такие более конкретные помощи пожилым людям, помощи молодежи работающей Хорошо, слушают нас, допустим, пожилые люди, смотрят телеканал Артик ТВ Понимают, что им помощь волонтеров необходима Куда обратиться? Как заручиться вот вашей поддержкой? Можно обратиться к нам напрямую У нас есть группа ВКонтакте И через сайт администрации можно Если нет интернета? Если нет интернета, то можно попросить у внуков Либо узнать, как с нами связаться через молодых людей Хорошо, давайте тогда подробнее о группе ВКонтакте Как ваша называется? Молодежный совет при администрации города Мурманск Так и называется, найти легко? Да Точно так же, как и сайт А будут какие-то у вас, может быть, дни открытых дверей Дни приема, телефоны, горячие линии В дальнейшем планируете? Ну, пока мы обдумываем этот вопрос, да Но пока мало все равно информации о вашей деятельности Вот вы мне еще за эфиром рассказывали про какие-то конкурсы Вот звали принять участие Давайте позовем наших слушателей, наших телезрителей Ну, как специалист по работе с молодежью Объединения молодежных центров Да, хочу рассказать о мероприятиях, интересных, которые у нас будут проходить Совсем скоро, 20 октября, у нас пройдет городской смотр талантов Называется «Алло, мы ищем таланты» Мы принимаем заявки до 19 октября Поэтому торопитесь обязательно Если у вас есть какой-то талант, который вы хотите показать миру Нужно начать с чего-то Это вот первый шаг В Чехане-Зефир, это бывший кинотеатр «Мир», будет проходить наш городской смотр талантов Талант можно показать совершенно любой То есть вокал, декламация стихов, танец, фокусы Все, что вы умеете, мы посмотрим, оценим И, конечно же, в дальнейшем пригласим на городские мероприятия Выступающим, да? Да, да, выступающим Ну и во время осмотра будет сниматься как общая картинка Так и конкретно каждое выступление каждого участника В последующем мы выложим свою группу ВКонтакте «Молодежь 51» И подписчики нашей группы будут голосовать за лучшего выступления То есть выступление, которое понравится большему количеству участников нашей группы Оно объявлено будет победителем Мы наградим этого участника И этот участник гарантированно станет участником наших мероприятий А вот молодежь, она не стесняется своей показывать таланты? Хочет демонстрировать по вашему наблюдению, по вашему опыту? Или все-таки, ну вот мы привыкли, что споем у себя на кухне? Ну, в основном, вот певцы и танцоры показывают себя достаточно часто Фокусники, гимнасты — это более редкое явление Поэтому хотелось бы увидеть больше таких людей Которые владеют какими-то интересными талантами И показывают их только своим родственникам на праздниках Хотелось бы увидеть их на большой сцене Значит, подробную информацию можно искать в вашей группе Заявки присылать Заявки присылаются, да И становиться звездами Мурманска Ну, на нашем сайте «Молодежь 51» В нашей группе ВКонтакте В Инстаграм страничка у нас есть Можно там узнать подробную информацию Ну и присылать заявки, свою визитную карточку И более подробные вопросы, более подробную информацию Узнать на нашем сайте и к нам по адресу Оргумасового отдела А еще какие-то мероприятия проводятся? Конкурсы? Да Семейные? У нас очень много конкурсов На самом деле скоро Самое ближайшее после «Аллома и чем талантов» Будет 2 ноября В Мурманск-моле на первом этаже у фонтана Акция, посвященная Дню народного единства То есть можно будет узнать больше исторических фактов Об этом дне, о мини-непожарском И если вы уже владеете какой-то информацией Ответить на вопросы, получить сладкие призы Ну а если о семейных конкурсах говорить То 25 ноября С 17 до 20 Придет суперконкурс Называется «Супермама» Конкурс для мам до 35 лет Каждый год мы проводим этот конкурс Каждый год участницы нас удивляют чем-то интересным То есть там будет 2 тура Заочный и финал Место уже мы пока ищем И подробности будут, конечно же, на нашем сайте Мама будет соревноваться в разных номинациях Я думаю, что будет интересно Какие-то номинации, например? Например, мастер десерта Или модница То есть те мамы, которые самые талантливые, самые красивые Пример детей Думаю, что могут поучаствовать Будет очень интересно, будет компетентное жюри Ну и, конечно же, классные подарки Мне кажется, вот для мамочек может действительно Эта возможность вырваться, выбраться из дома И проявить какие-то свои таланты Это интересно Да, конечно, стать звездой не только своей семьи, но и города Потому что, ну вот, насколько я знаю Кто сидит по-настоящему, долго сидит в декрете Они чувствуют себя уже оторванными от общества Ну, возможно, да И это большой такой шанс Показать, что ты умеешь вышивать Танцевать, рисовать И показываешь пример хорошим детям Юля, вот о творчестве поговорили Немножко из другой области У меня вопрос Вот молодежь реагирует на такие вопиющие случаи Как произошел недавно с избиением девочки Подростками Ведь это тоже уже на грани Дети переходят, которые в подростки Переходят в молодежь Как вы реагируете на такие ситуации? Мы знаем, что это ситуация не первая Я знаю, что вот молодежные организации Нутригинального уровня Сегодня обращаются и к уполномоченному По делам детей Какая ваша реакция? Может, какие-то действия будут? Может, вы понимаете, что нужно проводить мероприятия И для младшего поколения чем-то их занимать? Ну, к сожалению, как специалист по работе с молодежью Мы работаем от 14 лет Насколько я знаю, эти девочки чуть помладше Которые участвовали в этом событии Но, естественно, нужно уделять внимание таким вещам И мы собираемся обсудить это на нашем совете Молодежном совете Подготовить какие-нибудь, может быть, мероприятия Связанные с воспитанием таких детей Это, естественно, очень важно Потому что, возможно, этим детям не хватает какого-то внимания Потому что, если они еще даже сняли и выложили в интернет То, скорее всего, им не хватает внимания И, возможно, они чем-то талантливы И вот если следить за этими девочками За их талантом И развивать их талант Можно как-то направить их на путь истинный Им будет проще социализироваться И им будет интереснее не насилие А конкретное развитие своих внутренних способностей Вы считаете, это от того, что некуда свои силы приложить? Возможно, возможно Хотя, казалось бы, век интернета У нас столько конкурсов, столько интересных мероприятий Мы обо всем рассказываем Даже вот в электротранспортах наши афиши висят И все равно как-то люди не очень активны Вот хотелось бы, может быть, как-то направлять их со школы к нам Чтобы они более активны были в других хороших вещах Может, тогда нужно идти в школу, проводить открытые уроки Разговаривать с учителями, со школьными психологами В тех учреждениях, где они есть Ну, к сожалению, не все школы идут на контакт Вот так мы стараемся Стараемся проводить и такие мероприятия Но вы же при администрации Я думаю, что там можно как-то найти пути взаимодействия С теми, кто не хочет идти на контакт Ну, сейчас пока постепенно только начал работать молодежный совет То есть мы уже на следующей неделе организуем второе собрание И как раз будем поднимать и эти вопросы тоже Спасибо за ответ Давайте прервемся У нас реклама на радиостанции Рекорд И на телеканале Артик ТВ Для тех, у кого есть вопросы Напомню, номер телефона 99 45 45 Звоните, принимайте участие в нашем разговоре Пока звонков нет Будем надеяться, что не будут Будем ждать Итак, уходим на рекламу Вернемся через минуту Реклама Ждем ваших звонков Также принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 921 708 2006 Сегодня говорим о молодежи И мы уже поговорили о такой проблеме, которая была Это насилие среди детей, среди подрастающего поколения Вот совет по молодежи обещает мне, что они тоже будут думать, как с этим работать Как взаимодействовать со школами Говорим также о творчестве Сегодня большая тема нашего выпуска все-таки творчество Давайте поговорим о том Допустим, есть молодой человек У которого есть суперидея Он хочет организовать фестиваль Этнической музыки, культуры Ну чего-нибудь Фестиваль своего города Но понимать, что один в поле не воин Куда ему идти? Как свои идеи? Вот такие, может быть, амбициозные планы можно реализовать? Ну то, конечно же, можно опроститься к нам У нас в объединении молодежных центров Сейчас 9 центров разной направленности И к начальникам этих центров можно обратиться со своими идеями Совсем недавно у нас проходил фестиваль уличной культуры Организовывал креатив и культурный центр И очень многие молодые люди, молодые коллективы приходили Показывали свои таланты, показывали, что они умеют И хорошо отзывались о нашем фестивале То есть там были и чтецы стихотворений, и певцы, и танцоры, и капуэрщики В общем, очень много всего интересного И мы всегда идем на контакт Мы всегда готовы поддержать активную молодежь А много людей принимают в таких мероприятиях участие? Вот мы сейчас за кадром обсудили, что раньше, может быть, даже больше Выходили люди на мероприятия, когда не было интернета Когда не было миллиона просто телеканалов, которые можно выбрать Посмотреть, чем-то себя занять Вот этих всех игр, которые сейчас просто масса Возможно, интернет забирает часть аудитории Некоторые люди любят просто посидеть в интернете Почитать какие-нибудь статьи, вместо того, чтобы идти на улицу Или идти в какие-нибудь центры, учиться чему-нибудь новому Но, возможно, некоторые представители молодежи просто боятся показать себя Они видят, что в интернете очень многие стали знаменитыми Например, так же умеют петь или так же, как они умеют танцевать И они боятся показать себя, думают, что они хуже Но это неправильно Нужно показывать себя, нужно развиваться И посещая наши центры, посещая наши мероприятия Вы сможете развиться гораздо быстрее и показать себя А скажите, вот наши центры, это какие центры? Где их найти? Чем там можно заняться? Я помню, я в детстве ходила и в подростковом возрасте В клуб такой, он был клуб-ориентир И мы там чем только не занимались И пекли, и участвовали в каком-то спортивном ориентировании и так далее Все это тоже у нас есть На сайте молодежь 51 указана информация о всех наших центрах У нас есть, например, центр творчества и социальной адаптации Где можно научиться играть на гитаре Научиться рисованию, вышиванию крестиком, живописи шерсти И все это абсолютно бесплатно У нас есть центры гражданско-патриотического воспитания Где тренажерный зал, где ходят в походы, собираются вместе Есть центры развития волонтерского движения То есть все массовые мероприятия, в которых участвуют волонтеры Это вот к ним То есть можно стать волонтером и быть вообще в курсе всех-всех событий Главное желание, главное желание и стремление А вот центры творчества и социальной адаптации Социальная адаптация что собой представляет? В этом центре есть психологи У нас в каждом центре есть психолог, к которому можно прийти Обратиться с какой-то своей проблемой Зная, что это анонимно, что дальше начальник центра никуда это не пойдет И постараться как-то выяснить, что не так И получить какие-то дельные советы по своей проблеме Приходят или привыкли замыкаться в себе Или почитать те же статейки в интернете? Знаете, приходят Схожих ситуаций приходят Да, у нас есть целый центр психологической помощи И там очень много посетителей тоже приходят Знают, что дальше это не пойдет Что их проблема будет решена И о ней никто не узнает Если психологи понимают, что ситуация вопиющая Что человеку некуда пойти Негде найти помощи Может быть это очень молодая беременная мамочка Или кто-то, кому просто не может вернуться домой Из-за того, что пьющие родители Или бьет супруг, если это молодые семьи Подключаете ли другие службы? То есть можно ли не просто дать совет, а действительно помочь? Ну, естественно Естественно Главное, чтобы человек, который пришел с этой проблемой, был согласен А дальше уже помощь ведется То есть такие случаи были? Ну, действительно, когда помогали? Да, да Я думаю, что из центра тоже нужно пригласить и поговорить Я думаю, что действительно актуальна сейчас информация Потому что мы видим, что есть какие проблемы у совсем юного поколения И если ими не заниматься, то они уже и молодой возраст тоже переходят Об этом поговорили Какие центры больше всего заманивают людей? Все-таки это спорт или это творчество? Какие сегодня интересы преобладают? Или совершенно разные? Совершенно разные А какого возраста? Все-таки ребята школьники или уже работающая молодежь к вам стремится попасть? Ну, это смотря в какой центр Например, студенты больше приходят к волонтерам Потому что волонтерская деятельность сейчас рекламируется Это сейчас престижно И поэтому больше студентов приходит в волонтерский центр Те, кто уже работает и хочется как-то себя выразить еще как-нибудь Приходят в центр творчества Там можно и порисовать, и поговорить со специалистом по душам То есть больше приходят туда Несколько минут у нас еще нашего эфира И пока нам не перезванивает наш телезритель Все, телезрители или радиослушатели Всех объединила в одном слове По номеру 99-45-45, что-то нет звонков То ли все все знают, то ли все сидят, внимательно слушают и записывают, куда можно идти Давайте проанонсируем, какие еще у вас будут мероприятия В чем можно поучаствовать Ну, сейчас вот заканчивается прием заявок на суперсемейку Это от креативного центра Ну и у нас очень много мероприятий от других центров То есть сам оргмассовый отдел объединения молодежных центров Организует городские мероприятия большого масштаба И каждый центр организует свои мероприятия Может быть более меньшего масштаба Но все равно очень интересные И обо всем об этом можно узнать на нашем сайте Либо в группе ВКонтакте «Молодежь 51» А если есть такая молодежь, которая есть чему научить других Вот можно прийти к вам в центр, проводить какие-то мастер-классы Приглашать своих знакомых Конечно, об этом тоже можно поговорить отдельно Записаться к нам И поговорить с центром как раз более подходящим по специализации Но если это что-то общее, что-то интересное для всей молодежи Можно звонить к нам Либо записываться через сайт, задавать вопросы И мы, естественно, конкретно с каждым желающим поговорим И постараемся организовать, помочь ему А как попасть в сам совет? Вот быть тем, кто принимает решения, кто участвует в этом процессе? Очень интересный вопрос Ну, вообще, пока сейчас сформирован уже состав совета То есть никак не попасть? Ну, думаю, что можно Но чуть-чуть попозже, когда мы уже начнем функционировать Уже начнем встречаться с молодежью, с какими-то конкретными людьми И уже можно будет говорить об этом более конкретно Ладно, тогда вернемся к этой теме еще раз Скажите, пожалуйста, почему вот вы своей работой выбрали это направление? Чем вас интересно? Вот молодежное движение, чем зацепило? Ну, я сама... Я так понимаю, что все-таки это движение, оно больше свободное время Выходные, какие-то вот вечера ему нужно посвящать, правильно? Ну, некоторые посвящают этому всю свою жизнь Мне просто интересно общаться с новыми людьми Узнавать что-то интересное, делиться опытом И самой получать новый опыт, новые знания от других людей Это просто безумно Поэтому... Поэтому я здесь Ну, вот и на вашей памяти какое самое было интересное мероприятие, в котором приняли участие? Или самое действенное... Ну, вот что-то, что запомнилось настолько, что станет примером для... Может быть, и для ваших детей когда-нибудь Ну, самое яркое, наверное, это День молодежи В этом году мы проводили День молодежи Он был самым крутым Куча интересных выступающих подарков У нас был праздник Холи Была дискотека То есть очень-очень много всего интересного и веселого происходило в этот день И с погодой самое главное повезло Потому что сначала обещали дожди, дожди, а потом раз И солнечная погода У нас такая погода может быть, что сюрприз может быть неприятным для любого мероприятия Вот, но в этот раз он оказался приятным И поэтому это запомнилось Будете проводить еще и еще такие мероприятия? Конечно, безусловно А что-нибудь летом вот проходит, когда большая часть людей уезжает Но все-таки здесь остаются те, кому хочется свои силы куда-то приложить Вот это лето, как прошло в молодежном движении? Все были в отпусках или сидели по домам? Нет Или нет? Нет Нет, как раз у нас прошел День молодежи Мы проводили День семьи, любви и верности И также было много других конкурсов вокальных, например, «Голос молодежи» Все это проходило летом И последнее воскресенье лето отмечали поеданием арбузов на скорость То есть было очень много всего Ух ты, вот где нужно было участвовать В поедании арбузов на скорость Вот это, я думаю, что клевое мероприятие А осень чем еще будет ознаменована? У нас очень много интересных событий Сентябрь, октябрь Это самые яркие мероприятия В ноябре будет вот «Супермама» Да, мы об этом уже поговорили Супермама и суперсемейка, вот я еще запомнила А семьи в чем будут соревноваться? А как стать суперсемейкой? Надо быть самым креативным, самым активным Уметь все Вот, ну и, конечно же, более подробно можно прочитать в положении Которые у нас на сайте Ну вот все прочитать на сайте Я так понимаю, что вы просто к себе заманиваете больше посетителей на сайт вашу группу? Конечно, конечно Конечно, потому что там Секреты не раскрывайте нам За один эфир не рассказать, сколько всего у нас интересного Вот, а когда зайдете на сайт или в группу Вы увидите не только то, что вас интересовало, зачем вы сюда пришли Но и много интересной новой информации, которые Вот я, например, думала, что не слишком заинтересуют прямо сейчас во время эфира А оказалось, что как раз наоборот Думаю, что это самое главное В общем, заходите на сайт, заходите в группу Молодежного совета При администрации города Мурманска Там можно узнать более подробно обо всем том, о чем мы говорили сегодня в эфире То есть о молодежи Ну вот самое интересное, что я сегодня узнала Это что у нас молодежь от 14 до 30 считается А молодая семья до 35 Так что создавайте семья, будете молодежью дольше Закончим наш выпуск вот такой шуткой Напомню, что у нас в гостях была Юлия Ашохова Это председатель Молодежного совета города Мурманска С вами была Анастасия Карева Спасибо, что были с нами Оставайтесь на радиостанции Рекорд и на телеканале Артик ТВ До свидания До свидания Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова